Итак, что такое любовь? По моему мнению, любовь является элементом безвозмездного служения человеку, который буквально звучит так. Человек, который говорит «я люблю тебя», фактически произносит следующие слова. «Мое тело, мои деньги и мои чувства, все принадлежит тому, кому я говорю «люблю» безвозмездно». То есть даром я готов это все отдать. То есть это тотальная самоотдача человеку. Таким образом, можно сказать, что слово «люблю» говорить просто так чужим людям я бы не рискнул. Потому что если вы будете налево и направо дарить любовь, а также думать о любви и произносить «я тебя люблю», то, скорее всего, в вашей жизни найдутся те люди, которые захотят безвозмездно воспользоваться вашим телом, вашим имуществом, вашей жизнью и так далее. Вот что происходит на самом деле, когда человек начинает очень активно популяризировать, а также практиковать практики, которые связаны с элементами проявленной любви. Я бы на самом деле не рискнул бы заниматься вот такими практиками, потому что я считаю, что это однозначно 100% в дальнейшем приводит человека к тому, что он сталкивается с трудностями физического здоровья, так как кто-то отбирает его здоровье. Когда он говорит «люблю», он фактически говорит, ты можешь безвозмездно забрать все, что ты хочешь и что принадлежит мне. Теряет финансы, теряет бизнес, теряет семьи. Это все на фоне того, что это происходит. У меня была женщина, она мне написала во время поста, не дарите просто так свою любовь. Она мне написала «надо же», а я была очень успешной женщиной, с семьей, с хорошим мужем, любимыми детьми. И каждый раз, когда я отвечала по телефонному звонку, я всегда говорила «люблю, целую» и дальше «люба». И говорит, это были смс-ки, это было все время. Итог такой. Сейчас она очень больная, очень несчастная, потерявшая имущество женщина. Вы представляете, это всего лишь одно слово. Данное слово является важным для человека словом, которого произносить необходимо только тем людям, которых вы искренне и со всей силы обожаете.